Я это называю историю про Золушку, где фея крёстная Олега Павловича. Раздаётся звонок. Олег Павлович говорит, Наташка, ты сильно занята у Захарова? Это в Ленинском разуме. Я говорю, да я совсем не занята. А он говорит, ну знаешь что, вот возьми пьесу Горького последней, прочти там роль нянти и приходи к нам. Я так испугалась предложения Олега Павловича. Ну вообще я трусиха, я трусиха. И новый коллектив играть роль вот такая, шикарная. И дальше вот началось чудо. Я приехала, и вот я попала просто в объятие любви. Понимаете, это такой был удивительный театр. Все были там замечательно расположены. Я помню, смешно, что-то у меня не получалось. Я забилась в головок, сижу, плачу. А идёт Шапира Адольф Яковлевич. Что вы плачете? Я говорю, у меня не выходит. Он так встал. А у кого ж тогда выходит? Ты у Сурманцы, Миша, куда? Перед матерью надо как перед иконой стоять. А он выпилился. Штык. Тоже замечательный случай с Олегом Павловичем. В Ленинграде доиграем. И я стою уже. Выходит Олег Павлович и говорит, да поедем, я тебя довезу до гостиницы. Сели в машину. Я говорю, Олежа, ну подскажи мне, ну что ж я так плохо играю-то? Подскажи мне, что надо делать? Он говорит, ты знаешь что, ты неплохо играешь. Показать тебе, как ты играешь? Я говорю, да. Кто так играешь? Ой, я ужасная. Выходишь на сцену и говоришь, я ужасная, артистка ужасная. Я сейчас уйду, сейчас. Потерпите две минуточки. Сейчас я уйду, сейчас я уйду. Прекрати! Ха-ха-ха-ха-ха. А я мечтала об этой няньке, обожаю ее. И так, это такая роль была для меня, прям вот какая-то, так я хотела. Ты родная моя, золотая моя. Я дружусь, я работаю. Я сама саму с кладу не пошла. А, а куда я пойду? А куда я пойду? Мне очень слегка. Очень здорово. Знаете, я считаю, что в искусстве как, это как Бог поможет. Надо знать как. Но как-то, Ольга Леонардовна, всегда писала в Чехову, в письмах, как-то сегодня поможет мне Бог. Я спросила Сашу, «Саша, а что мне здесь подействует? Что я сюда пришла? Что сделать? Утешить его или поддержать?» Он говорит, нет, накормить. Это гениальная подсказка вот для актеров. Понимаете, ничего особенного. Накормить, да? А мне больше ничего не надо делать. Там все прекрасные. Там все прекрасные. Там и Стёпин очень хороший, и Ваня Шибанов. Это всё здорово. А мне, в общем, если так не бояться завраться, то одно удовольствие. У нас что делается? У нас он вбил себе в голову, что мы хотим его извести, чтобы капиталом завладить. Живи три века! Нас только не трогай! Я эту роль просто обожаю. Обожаю. Было смешно, когда мы... На какой-то одной из ранних репетиций пришёл Олег Малыч. И потом я слышу, нет ещё у меня на сцене, я слышу, Гарик ржёт во весь рот. Я думаю, что он балдел, что ли? Он же неприлично. Подождал бы, когда мэтр засмеётся. Потом выскакиваю, опять хохот. Я думаю, что ж такое-то? Выскакиваю, что он ржёт-то? А он меня сейчас смотрит, так это же хорошо. Я говорю, что хорошего режиссёр ржёт? Я говорю, какой режиссёр? Да, Олег Павлович. Всё, всему конец. Прощай, Галина. Хороший, хороший ты, Малый. Только чего ты так ломаешься? Зачем ты так ломаешься? Ой, это много вышло в моего разума. О, да. Сейчас этот спектакль идёт на ура всегда. Всегда. Те, которыми я занимаюсь, те дети, абсолютно дети. И я даже сегодня не смеялась. Я думала, что я уже больше не буду ни в кого влюбляться, так как я влюблялась в первые мои наборы. И чего подобного. Вот они сегодня получали диплом, и я уже со слезами. Пойду сегодня вечером гулять с ними. Очень спектакль.